Добрый день, давайте начинать, потому что пока тут технические маленькие запилочки. Меня слышно вообще тут? Хорошо? Да? Отлично. Я вам представлюсь, меня зовут Анна Божиновская. Вообще я женский и не фотограф, но в свободное время я снимаю мат. Знаете, кстати, это был какой-то знак, потому что первым пока макро был секс в божьих коровах, а теперь я женский и не фотограф, и ко мне часто приходят в бар. Так что это уже был тогда, много лет назад, такой знак, к чему я приду. Помимо того, что я женский и не фотограф, я амблосторка Верариха, руководитель фотосуба, который ходит в десятки лучших клубов в России. Тут есть девочки с моего клуба. Мне очень приятно, что они пришли меня поддержать. Сейчас я утром пройдусь. Вот мои первые шаги. Именно по учебу, по утине у меня приняла бумага в съемку. Я нагнулась, посмотрела, вдруг она попала мута, иначе она ее в сети. Ну, это головка, ну, секса не с того как раз. Ну, прикрою. Дальше, дайте несколько капель, я чуть не свалилась, прошу, как в горы в Таиланде. Но у меня там вопрос. Конечно, там все очень видно, но там бы есть, да, види и бабочки. Как вы думаете, с помощью чего, с какого эффекта мне получилось это добиться? Наверное, лет 15. Но макро я снимаю непостоянно, да? Чтобы вы понимаете. То есть людей я снимаю постоянно, макро я снимаю переулками. Про макрофотографию, макросъемку, наверное, все теорию знают, да? Нет? Макрофотографию для меня это особенный мир, который мне не замечает последняя жизнь. Потому что как часто мы идем на работу, торопимся, не смотрим даже под ноги, да, мы куда-то бежим. А стоит нам взять камеру, руки, немного остановиться, немного замедлиться, и через объектив нам открывается прекрасная возможность увидеть то, что мы на самом деле забываем в обычной жизни. И это, знаете, съемка, она удивительная, она очень успокаивает. Вот вы попробуйте, если у вас в жизни какой-то блюд, выгорание, депрессия или еще что-то, да, просто поснимать макро. Не обязательно для макро выходить на улицу. Я вам сейчас, сегодня мы с вами снимаем макро в студийных условиях, да, но это точно так же дома. Во время карантина я снимала все дома на подоконнике. Я делала лес, я делала лед, я делала, ну, все что угодно можно снять дома. Не обязательно для этого выходить. У божьей коробки ко мне залетали сами бук, но не знаю как. Вот. Макросъемка – это вид съемки, при котором изображение для загружаемого объекта снимается на штабе одинаковых или друг нею. Я считаю, что это один из самых интересных жанров в искусстве. Можете спорить, но у всех своих учеников я начинаю обращать именно макросъемки. Потому что именно в макро очень неприхотливые модели, и вы можете научиться работать со светом. Поэтому для меня как бы макро – это такая возможность. На что можно снимать? На телефон. Макро режим у многих есть. Есть макро-насадки для телефона. Зеркальные, макро-зеркальные. Я снимаю, в основном, камеру рекордератора. Которую можно будет в телевизоре настроена. Можно будет потестить, поснимать, ставить свою карточку. Я не знаю, кто-то заслужит, пожалуйста. Эта камера у меня появилась во время карантина. Когда никогда нельзя туда пойти. Я посадила на подоконнике горох. Взяла калибризатор, сделала капельки. И снимала макрами. Потом цветочки снимала. Сейчас я вам скажу сейчас как. Макро-корица. Ну, понимаете, у меня была изначально камера рекордера D800. И там вот 90%. Ну, все понимают, что вы большая. Если еще потяну, какие-то макро-насадки. Мне, как девочке, держать это тяжело. Плюс там где-то, чтобы повернуть, похутиться. Мне тяжело не было. Поэтому, когда я взяла эту камеру в руку. Которую я могу одним пальчиком переключать себя сроки. А второй рукой я могу регулировать свет, цвет. Тветочек повернуть, еще что-либо. Я за камерой осталась. Стала именно со мной. Поэтому, ребята, экспериментируйте. Макро-насадки и советские объективы. Советские объективы дают нам уникальный объектив. И даже, скажем, о ритме. Хотя здесь нет объектива. Я представляла советский объектив и снимала макро. Переворачивала. Получался удивительный объектив. Удивительный тоже надо. Поэтому я все могу. Я экспериментирую, не боюсь. Что есть в пользу? Иногда для макро. У меня есть ткань, стекло. Мое платье было картофоном. Шторы были, фоны. Все, что дома валяется. У детей куча картона. У всех, наверное, есть дети. Племянники. Не знаю. Наставки на экране компьютера могут быть вашим фоном. Опять-таки, тарфореты. Я очень люблю магазины Леонарда. У меня оттуда много вот таких вот разных штучек. Они там продаются. Хотите фон более гладкий. Хотите красивый пакет, да? Но помню, что надо задвигать от фона подальше. То есть Леонарда вообще хоро рулит. Это два фотографа, две макушные. Что? А лучше смотреть? Ну вот это первые кадры. Снятые на камеру Рига. Иван Чай. Жалко, что потрясало. Вот одни из моих любимых символов. Гвоздики. И дальше некоторые мусорные мусорусы. Капни идут к реализаторам. Я вам сегодня его покажу. Запоминаете его. Он очень хороший. Лучше его вы найдете. Продается на наутофисе. Не реклама Евгения Массадор. Я сама когда-то случайно нашла в бартершопе. Потому что обратите внимание. Какие кадры? Очень хорошо сделать кадры. Но может потом подойти. Потом надо сфотографировать. Поэтому он лучше. У меня страшно, как кадры. Я всегда отвечаю. Я проэкспериментировала специально перед фестивалем. Подобавляла кадрную воду. И с водой в сутками получать осадок. Вода довольно-таки такая темненькая. Очень хорошо тогда немного подтаял. Появляется водичка. Тречина. Иногда когда я настаиваю лед. То я его сутками могу горячей водой чуть-чуть отдать. Тречина. А форма поменяется. Вы не поверите. Я покупаю его где-то под вкусы. Форму не выбрасываю. Дальше мне кажется. Дорога. Мы посадили горох. Я взяла поли-близан. И мы начали снимать. Кстати, хорошие капельчи получаются, если вы шприц наберете глицин. Но глицин должен быть не с холодильника. Потом глицин, извиняюсь. Он должен быть с холодильника. Когда он имеет другую консистенцию, его можно в морозильник положить. Тогда капельки будут такие более плотные, большие. Божья коровка. Вообще я ее собиралась. Снимала, честно. У меня стояла база на подоконнике. У меня были какие-то цветы. А окно было приоткрыто. Пришел с сеткой. Это глица. Я не знаю каким образом. Но она оказалась у меня на базе. Естественно, цветочки я отложила подальше. И благодаря каждому ледику. Одну руку я держала базу. Гелиус. А это вот как раз такие цветы, вода и заморозка из холодильника. Просто я попырстала, положила в холодильник. Заморозим и потом снимала. Но надо понимать, что когда мы снимаем лед, если что-либо замороженное, мы должны заранее подготовить несколько, мы должны снимать, начнут потренироваться, трепетировать и только потом насыпать из холодильника. Вот эта фотография не подписывается. Как вы думаете, из чего здесь сделаем фон? Свет. Что? Нет. Свет. Нет. Понимаешь еще что? Отражение воды. Нет. Нет. Заходим на кухню. Рис. Рис. Что? Соль. 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 Да. Крупная соль. Она создает красивое, довольно-таки, богиня. Говоря о романных фотографиях, некоторые, говорят, с ними не участвуют в конкурсах. Все участвуют в конкурсах международных. Это буквально недавнее диплом за фотографией Мояргулы. Это как раз то, что мы сегодня будем с вами снимать. Я получила в Бразии. Я имею международное название FIA. Думаю, мало кто из вас знает про такие конкурсы FIA. Кто знает? Отличный. Ура! Мой вопрос. А где вы находите сроки и чемпионаты для продуктов? Пострее стало и в вашей школе какие-то помощники не хотят? Напишите, кто мне, я вам расскажу. Хорошо. Вот. Потому что есть сайт mypia.net, там все собраны конкурсы, надо знать, где искать. Есть сайт FIA.ru, где можно прочитать про FIA, что-то такое, о чем его идя. Там есть определенные условия, которые вы должны выполнять. Конкурсы восьмой платы. Оплачивается сейчас сложно. Оплачиваем в основном через ассоциацию фотографов в Евразии. Ну, как бы из-за города, так сказать. И мне сегодня посчастливилось в присутствии зала, торжественно вручить девочке из моего клуба фотографу, звание, не первое международное звание, а FIA. Давайте я поздравим. Вот буквально решить документы. Спасибо. Марина, я тебя поздравляю. Спасибо. Сами, что я перезвязала, и я подождать, и я, кажется, на ней ночью. Можете потом подойти, посмотреть, что это за сертификат. Есть еще карта дополнительная. Я очень люблю цирпаку, занявшую. Как думаете, что это? Ваза, правильная. Ваза, правильная. Ваза. Ну, цветы не помню какие, ладно. А, газировка. Газировка. Газировка? Газировка. Это просто эти петки. Просто стояли цветы. Опять-таки, гарантий, можно отзвечивать, да, потому что как-то поразвлекаться немного. Я добавила эту машину, если добавить газировку. Будут пьяные цветы. Это я собиралась фотографировать на подоконнике, не помню что. Но у меня дома есть удувальщики. Когда одувальщики летом, я сюда собираю. У меня там вообще две такие коробочки. И очень много разных сухотеков собрано, чтобы в зимние вечера, да, как-то картать свое время. Вот. Поэтому вот шпагат, опять-таки, полюбилизатор, и пензет, и кому-то нравится. Я ставила вот этот вот цвет из одувальщика. И фотографировала вам. Тоже сейчас я на подоконнике. И черный фон уже не помню. Кто-то что. Все. Давайте сейчас будем снимать, чтобы нам принесло время. Вот мне надо то окно, чтобы чуть-чуть скули там убрали. Мы сейчас там соорудим сцену. И поснимаем их махом. Как бы я вам покажу, что вам делать. Казахи. Давайте. Меня слышно, да? Я постараюсь громко говорить, потому что лед у нас может таять. что-то. Паша. Три свет. Смотрите. Делаем цвет от окна. Подсвечиваем снизу. И крутим верхнюю. Ищем интересную радость. Можно использовать любые фильтры. Дома я использовала, когда делала те кадры, я использовала простую настольную лампу. Никакой не фотофонарей. Никаких-то преднадлежностей. Это может быть даже у вас от телефона. Вы можете покрутить сайт. Настройки я всегда выбираю под свою камеру, то есть под цвет. Я снимаю только на ручном режиме. Сейчас попробую сделать, какие у меня настройки на камере. Я включаю на камере Riga режим макро. Режим макро включается буквально нажатием одной кнопочки. Сейчас вам скажу, какие у меня настройки. Ну, смотрите. У меня сейчас настройки ISO 250. Выдержка на 250-е. Диафрагма на 3,5. А какая здесь макро? Круп-фактор. Да, вот сейчас. Ну, вы же понимаете, что все настройки на любой съемке это индивидуально. Смотря на какое время в суток мы снимаем. Потому что если бы я это снимала вообще ночью, дома, то помимо фотофонаря внизу, я бы еще светку тоже чем-нибудь подсвечивала. От этого бы тоже менялись настройки. Я могу использовать иногда штатив. Потому что иногда я снимаю вообще ночью. И ночью я снимала, допустим, дома лес. Я покупала специальную капусту, которая похожа на молот. Я покупала грибочки, да? То есть я делала дома на столе лес. У меня дома, вот мужчины смогут это соорудить сами, а у меня крышка от стола. В ней сделано три прореза под стекло. И я могу ставить стекло с разных сторон и снимать как-то за стеклем. То есть мне не надо никакие держатели. У меня просто все это прорезано и сделано. У меня нет никаких дополнительных держателей. Поэтому лес я тоже снимала дома, снимала на штативе. Естественно, у меня там, допустим, было ISO 200, выдержка 1,60. Поэтому я снимала со штатива, чтобы не было шевелёнки и было удобно. Можно замораживать по-разному. Можно, смотрите, я здесь специально оставила чуть-чуть цветочки, чтобы они выходили, да? Все прибегут? Давай я это уберу. И делим все другой рисунок уже. Понимаете? Можно подождать, когда оно начнёт больше таять. Допустим, в этом чистом льду пойдут трещины. Это тоже будет очень красиво. Поэтому лучше использовать сухоцветы, на самом деле. У меня сухоцветы замороженные, я сейчас всё-таки решила взять живые цветы, но сухоцветы мне нравятся больше. Вот если вы даже к себе ближе поднесёте, вы увидите, как по-разному у вас камеры приняты. Видите, там расположены? Можно крутить, свертеть, и у вас будут часто разные рисунки. Вы не будете сэкономизировать, но вы видите, да? Как только лёд берут, он моментально тает. Здесь свет по-разному ставим, это свечи вы работаете, да? Можно регулировать. Вы можете сами поймёте, как вам надо лёд. Вы, особенно кто на первом ряда, вы можете сами лёд покрутить. Вы снимаете на обычной объекте, или вы используете на макро? Я использую режим макро, камеры и к джану. Всё. Здесь есть зуммирование. Я иногда его приближаю, удаляю. Всё. Других камер на данный момент я не использую для съёмки макса. А эксперт нужно играть макса? Знаете, я такой материал. Мне, как бы, мои снимки справились по движению, поэтому я так уже за то, что я интимно проверяю. Поэтому... Что, на первом ряда? Попробуйте сами рисовать свет, как она... Сейчас всё. Сейчас пробуем. Спасибо. Спасибо. Идите на мое место. Хорошо. 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 Не бойтесь крутить. Залфетки, если вы кем-то. Всё, да. Всё, да. Всё, да. Ну, надо понимать, какого достижения хочется вот этот треск. Возможно, вам обязательно сниматься. Возможно, вам сниматься. А что я выберу? Да. Может, конечно. По технике. Вот здесь макросъёмка. Это для кого? Это востребовано? Макросъёмка – это для меня. Нет, ну, вообще, вот… Вы работаете же с этим макросъёмком? Я работаю с макросъёмком для себя. Да, для себя. У меня для души. У меня очень много съёмок, помимо коммерции. Но я очень много снимаю для себя. Я снимаю творчество. Я снимаю волонтерские. Коммерческие. Ну, коммерческие не используют. Никак. Коммерческие не используют. Коммерческие. Вот на фестивале, на коммерческие же. Амбассадором стал. В принципе, коммерческие. Заметили как бы. Потому что на эту камеру надо кто-то снимал. Там можно подкрутить колёс и видеть у вас пресвет. Я сейчас ещё в последнее время на «Рика» иногда снимаю в театре. У меня есть возможность ходить на пресс-показы. Я установила себе розовую камеру Pentax K1 или K3. 72-75 и «Рика» на «Пентакс». И снимаю ее на «Рика» вообще в «Джипейке». Сразу выставляю настройки. И, грубо говоря, я их могу только селька откадрировать и отправлять заказчикам. Что это стоит? Что это стоит? 120 или 130? Да. 150. Так, вот мы снимаем. Давайте «Катер». «Катер». Можно будет даже потестить его? Да. Сейчас я покажу. Да, потом. Можно. Можно подойти туда. Открытые. Да. Рисунок. Главное предложение. «Катер». Шприц. Здесь обыкновенная подсолнечная масса. Ничего не прищетного. А вы что подумали? Там соль, здесь все масло. Сыкой. Равнированная, нет? Сыкой. Масса масла. Не знаю. Ну, прозрачная. Какое тоно было? Прозрачная. Прозрачная. Я такой кулинар. Лучше я буду снимать маску. Как-то утро спать. Смотрите. Паша, верните. Сверху направляем на книгу. Конечно, лучше брать посуду без этих рисунков. Видите, вот пациенты. Лучше найти какую-то посуду без такого рисунка. Что мы делаем? Нужно всего шага назад сделать. А ничего не видно. Вверху все скромились. Вообще ничего. Девочки, чуть-чуть, чтобы на стульчик все на видно. А не складывается. Смотрите, я просто капаю капельку. Чтобы было масло. Капаю именно шлифцом, чтобы были крупные. Потому что если я сниму игонку, то оно нальется. Оно просто нальется. Оно просто нальется. Я, конечно, не с вами взяла краситель. Потому что внутри этих кружочков мы красителем пищевым. Можно добавить еще другой цвет. Если рисовать. Понимаете, здесь насколько в вашем фантазе мы это делали с ребенку. У меня будет у ребенка конструкция. Причем, что сейчас мы с вами зайдем. Сейчас она с собой привезла трубочки. Она сама мне подала эту тему. Я никогда не ожидала. Можно? Мы накапливаем. Берем. Балочку. Причем. Берем. Балочку. 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 У кого есть дети, поверьте, они будут очень счастливы вот так поэкспериментировать. Смотрите, что можно сделать еще. Кто смелый? Ну, кто смелый? Давайте, вдуйте в трубочку. Вдуйте. Когда вы делаете пузыри, добавляем ферри чуть-чуть, капельку ферри, да, обыкновенная трубочка, которая есть у всех дома, и делаем пузырьки. Ребята, давайте поменяемся, не ставим. Смотрите, видите, вот мы делаем пузырьки, и пузырьки, и пузырьки. Помните? Добавляем ферри, трубочку, и делаем пузыри. У кого получились карточки? Почтим, молекулы. Смотрите, видите, мы можем сами имя проводить, как нам было бы сделать из них пузырьки. Это молекулы? Получайте молекулы. У меня без книжок, книжкой не попало. Если в опыте было, в принципе, видно. Можно добавлять внутрь еще коситель. Не знаю, у нас осталось 5 минут, у нас задерживание. Надеюсь, сейчас никому не обойду. Нет? Проходите. Спасибо.